Добрый вечер! Выражаю всем нам глубочайшее соболезнование в связи с окончанием прекрасных праздников и необходимостью выйти на работу. Многие из нас как-то уже справились с понедельником, он подходит к концу, некоторые еще пытаются его доработать, некоторые, их совсем мало, пытаются этот понедельник доотдохнуть. Дмитрий Анатольевич Медведев, заботливый, добрый, тихо пьющий, очень мало, но, правда, перед видеокамерами по 05 с утра накатывает, ну, бывает, конечно, не каждый день, но по особым случаям, после чего, непонятно с какой стати, считает всех нас пьяными, борется за наше здоровье, за печень, за аэрбэги, за то, чтобы, ну, хорошо у нас было. Я ему очень признателен. Молодец! Он один из немногих, кто так искренне, так глубоко и, самое главное, с таким постоянством занимается решением этого вопроса нашей с вами транспортной безопасности. Вот, казалось бы, мы уже махнули рукой, уже столько всего для нас придумано, уже и штрафы зверские, уже и дороги платные, уже и ездить по этим дорогам нельзя, уже запрет введен на грузовики, на пикапы. У нас все-таки впервые в истории нашей страны человек должен получать пропуск для того, чтобы приехать к себе домой. Это по поводу пикапов в пределах третьего транспортного кольца. У нас замечательно совершенно растоптаны статьи Конституции, только для того, чтобы безопасность на дороге стала выше. Только ради этого отменена презумпция невиновности, только ради этого отменено равенство всех перед законом, вне зависимости от социального статуса и места проживания. Но вот сколько уже не придумано замечательных документов, новых правовых актов, мы все равно продолжаем портить статистику. Мотоциклисты бьются, но каждый день по трупу в обязательном порядке. Люди за рулем. То автобус взорвется, то грузовик куда-то улетит, то в пьяном виде мы уже бедный, уже просто стер ручку до, можно сказать, пальцев. Ну, ту шариковую, которую подписывает. И старается. С одного боку зайдет, с другого боку зайдет. Неуязвимо. Но мы с вами не прошибаемы. Нас и так мало. У нас с вами очень большая проблема, ведь демографическая. Вымираем совершенно в африканских дозах. Ничего с нами не поделось. И приходится, тем не менее, постоянно нас как-то пытаться уберечь, предостеречь, позаботиться. И казалось бы, вот в такой ситуации человек, юридически необразованный, в отличие от Дмитрия Анатольевича, он понимает, что правовое поле полностью засеяно. Уже все, уже основной закон изменили в сторону автомобилистов. Уже административный кодекс изменили. Уже правила дорожного движения переписали. Ну, уже нормативно-правовых актов столько, что палец некуда всунуть. Все, что можно было сделать для нашей с вами безопасности на дороге, сделано в законодательном плане. Даже генерала Нах, ну, помните, Кирьянов у него псевдоним, фамилия на самом деле, и то посадили заместителя министра внутренних дел, отвечающего за безопасность на транспорте. Человек, который долго тренировался на ГАИ, он теперь перешел на более масштабную работу. Теперь, наконец-то, можно сделать самолеты с мигалками, подводные лодки с мигалками. Ну, это я так, это я увлекся, простите. Казалось бы, никто не может ничего в этой связи сделать большего. Дмитрий Анатольевич может. Перед тем, как отпустить нас всех на Первомай, Дмитрий Анатольевич в сердцах топнул ножкой на три министерства, на Минтруд, на Минтранс, на, соответственно, МВД. И сказал, что я от вас жду предложения. Пожалуйста, подумайте, нужны дополнительные меры по снижению смертности в ДТП. И с этим отправил их, соответственно, отдохнуть, набраться творческих сил и реализовать эту идею. Гениальный замысел Дмитрия Анатольевича. У нас есть федеральная целевая программа на эту же самую тему. Милиция ее блистательно выполнила. Ордена люди получили. Нет, он требует дополнительных мер. И вот сейчас, первый рабочий день, Дмитрий Анатольевич отправил в Государственную Думу с нарочным специальный документ, законопроект. Называется закон о транспортной безопасности. Вот человек, понимаете, не спал. Он 18-го числа еще провел заседание правительства, на котором изумлялся, как можно вот так нам погибать в недозволенных количествах. И сейчас как раз майские были очень плодотворными. Человек работал, он отправил законопроект, в котором вводятся важнейшие понятия. Там создается, в частности, новая силовая структура. Это называется силы транспортной безопасности. Это очень интересный шаг, потому что вот при таком насыщенном законодательном фоне, который не может нас никак уберечь, очень правильный ход. Полиция же не справляется. Минздрав, Минтруд не справляются, хотя пошли думать над дополнительными мерами. Давайте сделаем еще одну силовую структуру. То есть усилим силовиков сильными силовиками, чтобы силовики сильнее сильного были, наконец, сильными. А то не сильные силовики у нас. Мы не можем реформировать полицию еще раз. Она уже реформирована. Коррупции там уже нет. Значит, силы транспортной безопасности. Вводится это понятие в законе. Под него требуется, соответственно, реализация. Правительство должно вместе с Госдумой подумать, как это будет реализовано. Вводится понятие засекреченных данных. Это очень важно для транспортной безопасности. Это краеугольный камень засекреченной данной. Силам транспортной безопасности дозволяются обыски нас с вами. По крайней мере, по законопроекту. Соответственно, можно шмонать машины, личные имущества, проводить личный досмотр граждан. Это очень важно, потому что из этого складывается безопасность на транспорте. Вот вы едете, например, с женой на дачу. У нее там пятый номер. Как ее не досмотреть? Ну как? Особенно в присутствии мужа. И силы транспортной безопасности нацелены на эту серьезную работу. В законопроекте это очень важно прописано. Еще замечательная мера. Нельзя на работу в силы транспортной безопасности брать террористов. Это тоже прописано. И это очень хорошая задумка, потому что на сегодняшний день можно брать террористов как раз в структуры, занимающиеся обеспечением транспортной безопасности. А теперь, если Государственная Дума сможет эту идею как-то развить, и Дмитрий Анатольевич очень прозорливо предусмотрел, что, пожалуй, не стоит террористов брать на работу. Ну или людей из террористических организаций. Какой-нибудь джемаат или там. Ну я уж просто не специалист по терроризму. Действительно, Госдума, если утвердит этот законопроект, наконец-то у нас в силы транспортной безопасности не попадут эти люди. Не будет у нас там террористов. Это замечательно. Только талантливейший юрист такого международного масштаба, такого грандиозного уровня в состоянии так серьезно определить вот эти основные направления нашей с вами недотепистой жизни за рулем. Ведь если нами не руководить, если нас вот как-то не пытаться ограничить, зажать в жесткие рамки, если можно, в ежовые рукавицы, а еще лучше, в какой-то испанский сапожок, мы же, конечно, распустимся. Мы же будем смотреть на Дмитрия Анатольевича, будем тяготеть к черным кожаным курткам, черным БМВ, к безлюдному городу. Если нас не обуздать, мы будем смотреть с легкой завистью на кортеж президента, у которого один из главнейших элементов обеспечения его личной безопасности – это превышение скорости. Если президент едет со скоростью 60 км в час – это очень опасно. А когда президент едет со скоростью 170 км в час – это безопасность. И вот тут как раз очень важно, что мы должны дифференцировать. Это для президента безопасность – 170 км в час. А для нас опасно. Поэтому видеокамеры, поэтому как раз они-то из-под Конституции нас вывели, что комплексы видеофиксации не требуют доказательства нашей вины. Это мы должны доказывать свою невиновность. Очень правильно Дмитрий Анатольевич поставил акценты, как юрист, как человек, понимающий истинную суть применения законов, вот эту правоприменительную практику. Он совершенно конкретно отделил нас от всех остальных событий, которые мы невольно видим, но которые, конечно же, нам не адресованы на дороге. Потому что езда по встречке – нет, нам нельзя. Именно поэтому должны быть строгие законы. При движении скорости ни в коем случае на нашей безопасности это не сказывается. Именно поэтому должны быть другие штрафы. Есть вот как раз эти ограничения, по каким дорогам нам можно ездить, по каким дорогам нам нельзя. Это все требует более детальных разработок и, конечно, более скрупулезного исполнения. Именно поэтому вводятся силы транспортной безопасности. Это новое явление. Мы даже не знаем, что за этим стоит. Может оказаться, что это мать Тереза, которая быстрее Ангела прилетает к месту ДТП. Потому что иногда транспортная безопасность – это когда скорая приехала на место ДТП. Но это уже зависит от Думы, как они будут трактовать посыл Дмитрия Анатольевича. Дмитрий Анатольевич сказал, что, ребята, сил транспортной безопасности, шмон всех поголовных, пожалуйста, туда нельзя, а это засекречено. Теперь осталось реализовать. Может быть, из этого не следуют платные дороги, заградотряды, каратели и возможность вот этих новых силовиков расстреливать нас по первому отказу от денег. То есть они говорят, ну-ка быстро давай, безопасность требует денег, а он говорит, нет, ну как, как, он говорит, безопасность требует жертв, ты что не понял, я силовик, некоррумпированный. Может быть, не это имеет в виду Дмитрий Анатольевич. Это мы узнаем уже из дальнейших мероприятий, которыми Госдума сейчас и займется. Но идея абсолютно правильная. Нас необходимо ограничить, потому что заразительные примеры нас очень сильно развращают. Мы смотрим и не понимаем, где истина. А теперь нам объяснят, где истина. Перерыв на новости. В личной приемной Сергея Слоняна телефон, линиями порядка шести, они практически все свободны. 65, 10, 9, 9 и 6. Единственный дозвонившийся это Сергей. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Ну вот, несмотря на заботу такую, причиняемую нам, продолжаем все-таки героически ездить. И вопрос к вам. Помогите сделать выбор между Спортеджем и Сорентом. Назначение машины семейный автомобиль, поездки по городу, поездки по трассе, поездки по размытому дождем проселку. Вот по таким дорогам, по которым, допустим, наши девятки и классики проскакивают. А вот я на своем Сиде, и даже не только Сиде, а даже на бывшем у меня до этого Сида Гранд Витаре, в старом кузове, сажусь и благополучно сижу. Ух ты. А вылезти не могу. Сергей, а почему на Гранд Витаре вы не могли? Потому что у нее, как выяснилось, не было дифференциала. То есть, то, что у нее полный привод, это не спасает от того, что одни колеса утонули в луже, а вторые стоят на таком месте. И, в общем-то, она не едет никуда. А откуда вы такую машину? Она продиженный. Откуда вы добыли такую машину, у которой не работала система полного привода? Полный привод работал, дифференциал не работал. Ну, это в старом кузове Витара, которая вот была нынешней. У этой Витары, у нее потенциал внедорожника такой, что она во многих приличных странах работала самым дешевым тягачом на бездорожье. И грибла всеми четырьмя, и даже не думала застревать. У вас... Точнее не привезло. Ну, тут, возможно, либо неисправность, либо комплектация. Потому что у нее в раздатке понижайка, у нее центр блокировался легко и непринужденно. У нее можно было заблокировать. Опция была такая на рынке. Дилер ее, конечно, обычно утаивал. И зад не блокировался. Но то, что у нее центральный, то есть между сего дифференциал блокировался, и у нее нормально гребли передние колеса всего как раз жесткого подключения, это я сам испытывал и сам на этой машине работал тягачом в деревню. Таская всех несчастных, которые почему-то застряли. Возможно, это была либо неисправность, либо нюанс комплектации. Условно говоря, машина пришла с того рынка, где посчитали нужным немножко сэкономить. Но я просто помню свою Гранд Витару. Это был бульдозер. И на ней можно было много каких-то чудес себе позволить, что, собственно, и происходило. И нынешняя Гранд Витара в этом отношении не хуже. Тут жалко то, что вы вынуждены были разочароваться этой моделью, хотя она явно этого не заслуживала. Между Sportage и Sorento вы знак равенства ставите в сближении цены, потому что дорогой Sportage будет как дешевый Sorento или как? Или вы размер выбираете? Ну, тут ведь не только размер. Потому что если уже брать Sorento, то, наверное, имеет смысл брать все-таки дизель, да? Вообще-то да. Ну и с этим всякие нюансы. Или не заморачиваться и взять Sportage, как есть на бензиновом моторе. Он тоже неплохой. Sportage, он на свои 20 сантиметров короче, поэтому один раз это сильно поможет в пробке. Ну, просто в городе где-то там сманеврировать. Sorento чем хорош? Вот закон создания большой машины, он по-прежнему играет. То есть большая машина на дальний бой это лучше. Чем длиннее база, тем плавнее ход. Вот большая машина грузоподъемная, комфортная и так далее. Sorento, если вот вы выбираете, так сказать, вот взвешивая на разных ладошках одну и другую, Sorento будет просто интереснее. В нем будет больше машины. Вот всего того. Он не будет каким-то выдающимся и особо контрастным на фоне Sportage. Нет, они, ребята, в принципе, из одной бочки сделаны. И тот, и другой легковая машина. И тот, и другой имеет очень четко обозначенный предел по проходимости. Потому что блокировок нет, имитации блокировок. Ну, первые 30 секунд помогают, потом машина ложится на пузо и говорит, Слушай, хозяин, я устал. Ну, че я поползаю? Я тихий горожанин, а ты из меня делаешь деревенского какого-то крестьянского пацана. Не хочу. Лапти у меня уже рассуды. Блокировок нет ни у той, ни у другой. Конечно, нет. Ну, электронные имитаторы. И если послушать продавца, то он вам расскажет, что и на Эверест можно взгромоздиться на этой машине. На самом деле, конечно, нет. И предел проходимости в первую очередь будет геометрический. Как только она зацепляется чем-нибудь, либо передней губой, либо задним скребком, либо серединой живота за земную твердь, она же российская действительность, все, машина даже никуда не едет. Машина, у которой есть понижайка, она пытается бороться. А это он скажет, ну, все, ну, да, вот, конечно. Извините. Но тут закон, мы же не зря по-прежнему меряем машину на килограммы и на сантиметры. Больше машина, больше удовольствия. А она реально будет лучше. Но она легковая. Сорента, он легковой. Это абсолютно легковая машина. Раньше по ГОСТу именно эта категория транспортных средств, когда еще не было этого модного внедорожника, оффроуд, вот этого не существовало, в ГОСТе было написано автомобиль повышенной проходимости. Все. Вот это он и есть. Повышенная. Степень этой проходимости, в данном случае, конструкции имеют совершенно четкий предел. Вот. Понятно. А что вы тогда можете посоветовать вот из такого, ну, из этого класса, чтобы была все-таки блокировка нормальная? А тут у нас с вами очень мало вариантов. Мы, сколько бы ни ходили по рынку, этих моделей хватит на пальцах одной руки пересчитать. Тем более, если семья, значит, скорее всего, пикапы исключаются, потому что эти полтора кубометра сзади чистого воздуха, либо сугроба возить не надо. Значит, из внедорожников, хотим мы этого или нет, у нас есть как точка отсчета, это Паджеро Спорт, ну, либо большой Паджеро. Ну, Паджеро Спорт с суперселектом, у него блокировка центра, у него блокировка заднего дифференциала. Вот это уже борец с бездорожью. И на этой машине, что хорошо, она, в принципе... Только на ручке, не на автомате, да? Наоборот, лучше именно на автомате, потому что автомат, он скрадывает ошибки начинающего джиповода. И вот этот вот распространенный стереотип, что настоящий мужик, он курит трубку, обязательно с бородой ездит на ручке, это прошлый век. Половина роллистов, людей, которые знают толк в преодолении бездорожья, ездит уже на автоматах. И Паджеро Спорт, он хорош сочетанием дизельного двигателя, чрезвычайно экономичного автомата и очень хорошей трансмиссии. Прелесть в том, что для вас, человека, пересевшего с переднего привода, не будет серьезного диссонанса. Вы подключаете постоянный полный привод и забываете об этой кнопке в принципе, об этом рычаге. Он у вас ездит в режиме 4х4, на расходе топлива это не сказывается никак, но у вас передние колеса тоже гребут, и это очень важно для человека, привыкшего, что передние колеса ведущие. И либо Паджеро Спорт, либо Большой Паджеро, либо вы выходите на рынок в легкой тоске и нарываетесь на все остальные предложения, имеющие задний привод и жесткое подключение переда, такое, как было у вас на Гранд Витаре. Но это, что называется, по требованию. Когда вы уже утонули, вот тут запоздал и вы говорите, а, Семен Семенович, надо же было. Начинаются проблемы. И здесь уже, пожалуйста, есть Ниссан Навара, машина вот-вот, покидающая наш рынок. Есть, ну, Форд Эксплорер, это легковушка, и она от сорента отличается только ценником и размерами, поэтому легенда Эксплорера закончилась. Большие американцы в эту игру не играют. Собственно, остаются среднеразмерного раз-два и обчелся. И опять на языке начинают вертеться пикапы. А приходят к нам, например, такие изделия, как Chevrolet Colorado, Chevrolet Trailblazer, он будет сделан на базе пикапа Colorado. Но у него, сейчас посмотрим, что там по трансмиссии, а в принципе, в принципе, тот же самый задний привод. И кузов вроде удобный, универсальный, а только на большом, серьезном бездорожье вы сможете себе позволить подключить перед. Машин с постоянным полноприводом их очень мало. И все остальные, это, как правило, лендроверы. А лендровер, он другой по цене. А Defender, его, Defender можно купить только одной категории людей. Я его рекомендую только серьезным охотникам. Вот таким, настоящим фанатам. Вот для охотника эта машина подойдет. Потому что я любому охотнику, горожанину, желаю, чтобы он сдох на охоте. Потому что способ развлечения, убивая кого-то, я не очень понимаю тут разницу между убийством человека и убийством животного. Поэтому любому охотнику я желаю, чтобы он либо не доехал до охоты, либо доехал, и там нечаянно у него произошло ЧП, и он чуть-чуть отстрелил себе голову. Ну, искренне. Это будет фото охота. Это будет некролог. И там будет легкая фотография трупа для опознания. И Дефендер для этого подходит. Потому что он абсолютно бесчеловечен. И человек, который ездит на Дефендере, занимаясь его постоянным апгрейдом и каким-то улучшением, он со временем получает такие экзотические болезни, как там ну вот один великий джипер, недавно три недели проехав подряд к ряду, не разгибаясь на Дефендере, он понял, что у него отнимается рука. Потому что посадка настолько кривая, что в организме начинают серьезные проблемы. Другой очень-очень хороший джипер, который на дальний бой ушел на Дефендере, он вернулся, там у него с почками начались проблемы и лечился года два, наверное. Там песок пошел и прочее. Вот Дефендер, он для охотника подходит идеально. Если доехал до удаленной заимки, то после этого долго лечишься. Ну, если выжил, конечно, если пожелание Сергея Слоняна не сбылось. А для тихих, спокойных, нормальных людей вот очень правильный автомобиль это Mitsubishi Pajero Sport. Но самое главное, покупать его в Рольфе. Потому что Рольф это фирма, которая рынок наш в свое время открывала для Mitsubishi, но почивание на лаврах у них не получилось, поэтому они пытаются почивать на кошельке клиента, никак не компенсируя моральные издержки. Ребята настолько зажрались, они позволяют себе такие вещи, что не дай бог. Поэтому эту машину нужно брать у кого угодно, только не у Рольфа. И вы будете ездить на автомобиле, который в городе нормально идет, и за городом все-таки покоритель бездорожья, что здорово. Он с конвейера такой. То есть его не нужно серьезно лифтовать и серьезно усовершенствовать. Можно, не возбраняется. Но выехать можно уже прямо с конвейера в русскую действительность. Паджеро Sport к этому вполне предрасположен. Вот так. Спасибо. Приятно поговорить о бездорожье. Алексей, здравствуйте. Алло, добрый вечер, Сергей. Приятно слышать вновь после праздников. Приятно, что вы все собрались. Мы все с вами понаприехали обратно, и вот здесь потихонечку пытаемся как-то привыкнуть к городу. Тяжело идет? Согласен. Первый рабочий день. Это тяжелый понедельник. Не зря он 13-м помечен. Вот не зря. Вот такое совпадение. Все погоды хорошие. Вот у меня к вам вопрос по поводу ремонта автомобиля, который в не очень хорошем состоянии все-таки приехал в деревню. Два раза побуксовал, два раза трактором меня вытаскивали. Volkswagen Turan довольно тяжелый, он садится очень быстро. А вопрос следующего характера немножко по ремонту и по автоцентру. Вчера я его поставил, в общем, необходимо там посмотрели, нужно менять опоры передних амортизаторов, подшипники. Ух ты. А сколько он пробежал, что нужно опоры менять? Он седьмого года, но меня очень жестко дергали трактором из болота, очень жестко, в зад дергали, там рванул. И у меня вот прямо дын-дын-дын, как будто амортизатор там болтался, звуки были при повороте руля, дороги и так далее. Глубоко залив туранчик, глубоко. Да, серьезно. И по ходу посмотрели, задние рычаги поперечные и задние стабилизаторов. В общем, вопрос даже не об этом. Сошлись вчера в цене, все, пожали руки где-то в районе полудня я отдал машину. Официальный дилер или нет? Нет, не официальный дилер, но у нас в Зеленограде этот центр профессионируется довольно так хорошо. Хороший центр считается. Не самый последний ходит в двойку, в тройку лучше. Но вопрос вот в чем. Я недавно очень сильно укололся на музыке, стал всех во всем подозревать. Правильно. Звонят мне только что. То есть прошел вчера с обеда день и сегодня вот целый день только сделали. Мне сказали, Алексей, на самом деле у тебя очень тяжело снимались верхние вот эти колпаки, там были ржавые болты, было не подступиться, очень тяжело мастеру было работать и в связи с этим цена увеличивается на 2400. Я говорю, ребята, а почему вы со мной не согласовали? Почему вы как цыгане по факту мне представляете какие-то еще накрутные? Мы с вами все согласовали, решили, пожали руки, все. Я не готов вам Алексей, оставайтесь на линии, мы продолжим разговор после новостей. Алексей, продолжаем с вами эту печальную историю зеленоградского ремонта Вольсвагена. Насколько я понимаю, у вас так или иначе контакты с юридическим лицом, у вас есть официальные документы. Дальше вопрос перед вами. Бороться или не бороться? Если бороться, то как и за что? Нет, расскажу дальше. Никаких документов мне не давали, мне просто озвучили, я согласился. А по плечу похлопали в знак согласия? Нет, дело в том, что я сказал, ребят, мы с вами согласовали, согласовали, я приезжаю, забираю машину, больше я вам платить не готов. Они сказали, ну хорошо, забирайте, таким обиженным тоном, как будто я их обворовал, но больше мы с вами тогда работать не будем. Ну и мы не знаем, конечно, сколько они вам насыпали в масло опилок, с тем, чтобы у вас стуканул двигатель, типун мне на язык, но чем хорош неофициальный дилер, проще говоря, дядя Вася, тем, что с его стороны свобода маневра безграничная, что хочет, то и сделает. Скажите, я у них покупал запчасти, что такие документы мне потребовать при расчете, прежде чем дать деньги, вот сейчас, чтобы у меня сохранилась гарантия на это. У вас должны быть документы, подтверждающие эти работы. Работы, а детали, которые я у них покупал. Вы их покупали как? По телефону или пришли и чек получили? Ну вот сейчас я их должен оплачивать вместе с работами, приезжать, забирать машину. Да, у вас, соответственно, должна быть отдельная накладная на запчасти, которые вы приобретали и на исполнение работ при помощи этих запчастей. У вас на каждый чик должна быть бумажка. В принципе, если вы подразумеваете какие-то юридические дальнейшие действия, у нас суд никогда не рассматривает наличие трупа. У нас суд всегда рассматривает наличие справки о смерти. Вот если просто труп никого не волнует, вот принеси справку от трупа, что он умер, тогда будем рассматривать. Поэтому у вас должны быть документы. Эта запчасть куплена здесь, эта запчасть установлена здесь же. И вообще-то любые произведенные работы подразумевают гарантию. И эта гарантия должна быть прописана неважно где, но в документах, выданных вами. Например, 5 секунд либо 200 метров. Это какого-то рода акт приемки должен быть? Обычно это прописывается не обязательно в акте, но это может быть и в заказ наряде как условие. Но если у вас тем более подразумевается не просто похлопывание по плечу и деньги в кепку, а еще и акт приемки, то, соответственно, конечно же, вы его берите и смотрите, что там написано. И, скорее всего, вам его сунут до того, как вы увидите машину. То есть, типа, ну тут подпишите и пойдем за машиной. И если они обычно наставят, типа, не, ну ты сначала подпиши, дорогой, тогда везде, где написано, что удовлетворен, счастлив, претензий не имею, я, например, всегда приписываю от себя, что машину не видел, судить о качестве не могу. И тем самым, пожалуйста, вот их печать уже стоит, вот моя подпись, и я здесь заявляю, что я понятия не имею, под чем вы вынуждаете меня расписываться. Хотя, в принципе, если вы достаточно принципиальны, требование подписать сначала бумагу, а потом уже получить машину, незаконно, да? Это статья 330-я Уголовного кодекса, называется самоуправство. Нет. Можете им об этом аккуратно рассказать. Если они считают необходимым настаивать на этом, и говорят, а мы машину мне отдадим, сначала оплатите, вот тут подпишите, потом отдадим. Это еще ко всему прочему две статьи, 286-я, превышение должностных полномочий, и 285-я, злоупотребление должно стоять полномочий. Ну, это, наверное, слишком жестко. В принципе, люди-то, они неплохие. И вот сейчас вся моя агрессия на 2400, они мне делали предыдущие автомобили и довольно хорошо. Вот эта вся агрессия моя, она идет с праздников, за которые я выложил, просто я не буду называть, потому что вся страна будет смеяться, сколько за установку музыки. У меня сейчас машина в ужасном состоянии, музыка там дорогая, но ее установили так, что я до сих пор нахожусь в шоке. За неимоверные деньги вот я буду ехать и разбираться туда. Опять же, я никаких документов не потребовал. Пообещали не кинуть. Какой вы замечательный экспериментатор. То есть вы как раз относитесь к той категории добрых, доверчивых и о счастье состоятельных людей, которые так помогают среднему и малому бизнесу нашей страны. Да, скажите, сейчас будут еще ход-развал делать, документ, подтверждающий ход-развал, это вот этот график компьютера, который выдает, да, по машинке, там обмануть невозможно, мне кажется, если он делал. Еще как можно обмануть, что, собственно, и происходит в основном, а также должен быть чек, где написано, сколько рублей вы за это заплатили. Потому что одно дело график распечатка, где написано, что у пролетевшего мимо КамАЗа все 25 колес крутятся великолепно, а потом это распечатывается, только вместо КамАЗ там вставляют Volkswagen, Porsche, Cadillac, Mercedes, неважно кто. И должны быть деньги отдельно, выполнены работы отдельно. Где подтверждение того, что эти работы были выполнены? Они как минимум являются доказанными, эти работы, после того, как деньги получены. Деньги получены за что? За вот эту кривизну, за эту леворукость, либо наоборот за это великолепие и ровно крутящиеся колеса. В зависимости от того, какой у вас результат. Что-то мне подсказывает Алексей, что и здесь тоже собака закопана. Ощущаться, наверное, будет сразу. После замены опор, разбирания амортизаторов, и рычагов. Ваша следующая машина явно с клиренсом более высоким. Согласен. И вообще, Алексей, следующая ваша машина это Туарег. Это тот же самый автобус. А я с вами советовался на Фейсбуке, вы мне подтвердили, это я, Алексей. Да, да. Не, ну Алексей это самое автомобильное имя. Все Алексеи из страны звонят в программу, потому что с Алексеями у нас получается наиболее четкое взаимопонимание. Мы недолго ищем ответ, мы знаем его сразу. И Алексей звонящий, и Сергей отвечающий. Ой, какие приятные хлопоты у людей. Максим. Здравствуйте, Максим. Спасибо, что дождались. Я как-то волею судеб не Максим, а Кирилл, но здравствуйте. Это великолепно, Кирилл. Просто это говорит о том, что Максим, к сожалению, канул, а Кирилл блистательно подхватил эстафету. Да, спасибо. Есть небольшой вопрос. Смотрите, хотелось бы молодой девушке в рамках... Знаете, я бы уже как редактор я бы поставил точку. Хотелось бы молодой, дальше точка. Ну, пауза. Нет, нет, смотрите. С первой частью предложения все-таки. То есть, есть состоявшийся факт и есть пожелания. Да, вот поэтому... Ну, да, я понимаю, что вводная часть прозвучала странно, но... Великолепно прозвучала. У всех проблемы свои. Да. Так вот, хотелось бы полноприводный, при этом не обязательно с большим клиренсом аппарат в рамках 1,3, максимум 1,5 рублей. Вот. Соответственно, с некоторым нюансом, в частности, наверное, не хотелось бы японца. Ну, есть вот у девушки такая вот склонность к хорошим вещам, если вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Соответственно, среди рассматриваемых вещей удачным вариантом в какой-то момент показалось V40, как раз подоспевшая к рынку, что, может быть, отчасти хорошо, отчасти плохо. Вот. Но выяснилось, что с нередчительным набором опций из серии там, Металлик, Ксенонг и еще там некоторые вещи, да, то есть адаптивные круизы и прочие прелести жизни мы не берем, машина очень лихо догоняет отметку в полтора миллиона рублей, где, собственно, уже начинается третья серия с дизелем и полным приводом, что, в общем-то, на мой взгляд, меняемое с точки зрения стоимости предложения. А еще рассматривали также Туарег, ой, Тигуан, Тигуан, простите, но, хотя, склонности к особой верить в форумной басне у меня нет, но, когда, знаете, уже вы приглашаете определенные чины из ВАГа, и они подтверждают проблемы с ЭБС зимой, волей-неволей задумаешься, а стоит ли своей пассией такое приобретение делать. Да, уже страшно. Незапасно будет? Да, да. Вот. Хотел бы ваше мнение услышать, есть ли какие-то вразумительные альтернативы тем трем вариантам, которые я вам назвал. Ну, а Ку-3 смотрели? Ку-3? Нет, не смотрели. Честно говоря, для меня немножко странновато. Если брать в этой ценовой концепции, то, наверное, все-таки Тигуан. плюс я не знаю, что там по двигателям, но если это 2 литра 201 сил, я просто не знаю, что вообще есть на Ку-3, то этот двигатель с известными проблемами, не знаю, как-то нет ни в мире, ни в заинтересованности в бренде. Не интересно почему-то, вы знаете, почему-то скучновато. Охотно верю, потому что действительно скучновато. Правда, там, в принципе, Ку-3, он хорош с дизелем двухлитровым в 177 лошадей. Эта машина едет упоительно и интересно, но, с другой стороны, а что девушке упиваться скоростью и работой двигателя? У нее нет особых в этом плане пожеланий. Она слегка избалована комфортом прошлой S40, хотя понимаем, что это фокус, но даже при этом машинка достаточно сносно себя вела на самых разных дорогах и теперь хочется чего-то такого вроде как хорошего, вроде как не хуже. А при этом есть бюджет, а особый именно в динамике требований я бы не сказал, что какие-то они есть. А вы смотрели всякие такие детские игрушки типа какого-нибудь Opel Mokka, например? Мокка, Мокка... Это новая машина, она только первые шаги делает, первый раз колесом потрогала нашу русскую жизнь. Там смотрите еще ситуация какая кроссовер, это некое логичное предположение, когда мы говорим полный привод, ну хотя бы понятно, какой полный привод может быть на кроссовере, но на самом деле кроссовер это, скажем так, скорее исключение из правила, то есть в идеале это мог бы быть полноприводный седан, понимая опять же, что седан это компромисс с точки зрения скажем так, ну практичности, да, и применительности в повседневной жизни, да, ну вот хочется седан, хочется с полным приводом, вот, поэтому там Tiguan или Q3 это будет уже немножечко шаг в сторону, хотя, наверное, допустимый, так же, как и Moco, поэтому я думаю, может быть еще что-то есть, может быть инфигния полноприводная, а ей такая здоровая, а куда ей такая здоровая телега, она с ней справится? Ну все-таки эту штуку сзади начнешь сдавать, ведь несешь какой-нибудь столбик незамеченный, а слез потом будет, видеть, какой тяжелый, тяжелая какая ноша выбора. Но ведь не зря же, Кирилл, не зря французы до сих пор не научились делать полный привод, потому что они считают нужным этого делать, считая, что переднеприводная машина, тем более сейчас в век развития электроники, к счастью, она не вся французская, решает огромное количество проблем, стоящих перед клиентом, и ведь современный европеец это человек, который ждет от автомобиля такой же простоты, как от телевизора, нажал кнопку и получил функцию, и французы, мастера по управляемости, их автомобили едут очень здорово, интересно, и при этом не тащат за собой обременение в виде еще двух колес, раздатки, кардана, и в данном случае вы ищите машину полноприводную, но полный привод здесь к чему, к решению каких задач? К зиме, к зиме, исключительно к зиме, к неудобству управления тягой зимой, вот, то есть, это мужская интонация, Кирилл, прозвучало, неудобство управления тягой зимой, может быть, я понимаю, что ваша барышня, наверное, много впитывает от вас, но сильно подозреваю, что она не сможет воспроизвести логически это предложение, только что озвученное вами, ну, она просто касается на моем аппарате и очень ей завидно, особенно в зимних условиях, и она прям говорит, хочу предпусковой подогреватель, хочу полный привод, лобовое стекло со спиралью, очень многие машины, очень многие машины полноприводные, они для того, чтобы была хорошая управляемость, и своим шикарным полным приводом они ложатся на брюхо, и скребут всеми четырьмя, очень напоминаю крокодила из мультфильма, потому что сделать они с этим не могут ничего, хотя все четыре у них грибут, Insignia тут, конечно же, получше, Audi, например, какая-нибудь A4, A6 Allroad, она будет не менее дороже, великолепно едет, великолепно едет, но они же низкие, и толку таких никакого, а уходить, например, на Subaru, который VX, так она внутри сделана таким топором, и это тот самый Япония, от которого тошнит. Так, не разобрались, подождите, продолжим после новостей. Алло, Кирилл, мы все еще продолжаем вашу барышню тешить иллюзией, что она найдет себе такую машину, насколько я понимаю, а в принципе, если вы хотите совместить и красоту, то есть великолепную рамку предложить для достойного портрета, и остаться на полном приводе, и при этом на какое-то время получить от нее полнейший восторг, потому что она будет говорить, Кирилл, у меня молодец, то вполне возможно, что это Evoque, дизайнерская машина. а цена, а цена, да, вы уходите за полтора, потому что он начинается только двухколесный, подступившись к этой цене, но за где-нибудь 1,7 вы уже имеете полный привод-автомат, а в этой машине все остальное не важно. она, даже когда пустую комплектацию имеет, она все равно великолепна. Даже самый простой вариант оформления салона, он продуман, он сделан, он подан, и если после Volvo хочется следующую ступеньку именно совершенства, а не уход в сторону, да, это же не трактор, это вполне городская машина и на ней великолепна, но если надо, она будет бороться всеми четырьмя всерьез, она это умеет делать, потому что Opel Insignia, собственно, а кто еще? Тиану вы не возьмете, Legacy вы не возьмете, Kizashi вы не возьмете, и получается, что вот таких полноприводных машин в эти деньги кого? Audi? Audi дорого. Ну, Сергей, извиняюсь, что перебиваю вас, может быть, вы все-таки могли бы высказаться по 320 X-Drive, X-Drive, с дизелем в базе, то есть, я понимаю, что немножечко эта концепция слабовата, но как можно купить BMW в минимальной комплектации, но это что-то немножечко, вот, как-то попахивает попыткой перейти в ту лигу, которая не соответствует. Кирилл, а хорошо, вы Audi отвергли, это дорого, и вот, отвергаете, а BMW 320 X-Drive, он по деньгам-то получается, ведь из этой же самой категории, из этой же бочки. Она меньше полутора стартует, она порядка там 1,4 с чем-то. То есть, вы флотную взяли и исчерпали свои 1,5, потому что вы стартовали с тех денег, на которых собирались закончить, а предпусковой подогреватель, а еще там небольшой губозакатыватель, чуть-чуть зеркальца, чтобы было себя видно, и вы уходите, на самом деле, на отметку, не обольщайтесь, это BMW, вы уходите на отметку под 2, сразу. У BMW это так. 320-й хорош, но, ваша барышня готова к тому, что у него при распределении крутящего момента смещено в сторону задней оси, у него же 46 на 52, на самом деле, еще больше. То есть, это машина с повадками заднеприводной и так элегантно догребающими передними колесиками. Поэтому, как только барышня рассчитывает, что это полный привод, который спасет, нет, полный привод, который озадачит. И BMW автомобиль, требующий навыка управления. Летом на нем очень хорошо, на сухом асфальте. Она такая красавица, на такой шикарной машине. Угнать могут не ради машины, а ради нее, ради содержимого. Но как только зима и как только необходимо уже потихонечку осмысленно вкатываться в нашу советскую действительность, вот тут начинается заднеприводный трюк. И с ним совладать, знаете, не все готовы, не все мужики могут. Потом она низкая. Ну и что, что X-Drive? Ни одному BMW-шнику, ни одному баварцу не приходило в голову, что он делает джип. Он когда затевал это все на кульмане, он понимал, что машина для управляемости. Ну и мы на самом деле много чего умеет делать. Но в таком случае все клиенты BMW оставались бы ни разу не надеванными на телеграфный стол. К сожалению, с ними это тоже происходит. А вот Evoque, он как раз с одной стороны с ним все понятно. По цене получится то же самое, те же самые 1.7, те же самые 2. Но и проблем с ним будет в этом отношении меньше, потому что он, да, готов. В конце концов, ошибся на входе в поворот, улетел в бордюр, BMW на этом бордюре и обмякло. А Evoque, может быть, еще подпрыгнет, затаится в воздухе, потом выдохнет, скажет, пронесло, но в следующий раз придется менять подшипники. Ну понял. Но с Evoque есть сложность, он стоит дороже той машины, на которой езжу я. А это, знаете, это Кирилл. Вызовет кризис, кризис мой. Нет, Кирилл, вы просто будете еще больше любить их обеих. Вот и все. Когда у жены телефон лучше, шуба теплее, бриллианты дороже и роликс круче, это огромный плюс вам. Это ваше великолепие распростертое на нее, на ее мир и на ту атмосферу, которую вокруг нее вы создали, в которую вы ее погрузили. Поэтому у жены машина должна быть лучше. Мужик, на самом деле, он и пешком до метро дойдет. А вот женщина, она должна ехать на машине получше, поудобнее, повсепогодней и так далее. Понял, Сергей. Большое спасибо за пищу для ума. Спасибо вам. Вы блистательно формулируете вопросы. Скорее всего, есть у вас прикопанный литературный либо журналистский талант. Ну, что-то мне так кажется. Олег, здравствуйте. Надеюсь, что вы дождались. Алло. Да, дождался. Здравствуйте. Слышно вас плохо. Видно вас еще хуже, но, по крайней мере, это вы. Алло, да-да-да. Так, ничего слышно. Ну, не обольщайтесь. Не особо сильно, но говорите. Ай-да-да-да-да. И на все откидок я вот очевидцы видел. За 5 рублей неоплачено просроченного штрафа на 5-й посадил эта армия. Я тоже прошелся по Крауську, когда мы по Крауську был на суде, мировой суде, решал мою судебию, ну и помолил. Людерой понравилось, как я разговаривал. Она ограничилась только штрафом. И, что самое интересное, замечательное. В Петрозаводске специально для подобных нарушителей, известных естественно, представляющих опасность, для страны и общества построили специальную тюрьму. Замечательно, как вы считаете. А туда хотя бы один милиционер, депутат, судья попал хоть раз? Не было таких удивительных эксцессов? Или они все платят, или они просто не нарушают Петрозаводске? Вот таких милиционер не знаю. Я, в общем-то, краем касаем петрозаводске и Кариле занимаюсь своими делишками. Олег, видите ли, в чем дело? Если не построить специальную тюрьму, если за 500 рублей недоимки не посадить на 5 суток, народишка уже подраспустится и начнет себе позволять. А здесь в суд попадают только самые злостные. То есть, он 100 рублей не заплатил, еще 100 рублей не заплатил, потом 300 рублей, а у нас исполнительное производство стоит дороже 300. У нас в свое время руководитель службы судебных приставов говорил, что давайте сделаем хотя бы от 500 рублей и выше исполнительное производство. Не будем гоняться с неотвратимостью наказания за этими дешевыми, у которых 100 рублей. Невыгодно, экономически невыгодно. Поэтому каждый рубль в государственную копилку. Воровать, Олег, нельзя только вам. Именно поэтому наше место наоборот. За 100 рублей сидели, есть люди, у меня все, друзья, за 100 рублей сутки сидели. Да, но они же при этом злостные. То есть, они первый раз заплатили 15 копеек, а в школе наверняка они списывали еще ЕГЭ, а теперь они докатились до совершенно логичного финала, до тюрьмы. И теперь у них вот административное производство и карающий меч революции. А что вы хотели? Это справедливость. Вот именно это и есть справедливость. Ну, зачем я боюсь? Да мне опять пришла, пришла правительство сидеть. Видимо, еще какой-то страх сидеть. Кажется, пора идти... 50 рублей и все. Кажется, пора идти разбираться. Замечательно правовая ситуация в Петрозаводске. Неотвратимость наказания касается абсолютно всех и вот результат. Видите, как за 500 рублей 5 суток ареста. Непредвзятые судьи злостых сажают. Просто великолепно. Я так понимаю, что преступность там скоро искоренят полностью. Вот в Кондопоге мы помним, она же Кондопога, в зависимости от того, кто как привык это слово называть, там тоже великолепно совершенно решили все вопросы, связанные с участием государства в жизни людей. У всех это коллизия на слуху. Петрозаводске, я был в Петрозаводске, я помню, как там организовано движение, любимая фишка местная, это поворот из левого ряда. То есть, ты идешь по своей главной дороге, по двухполоскам, две туда, две обратно, едешь в левом ряду, вдруг выясняется, что из левого ряда безальтернативно налево. То есть, прямо ты проехать не можешь. Об этом ты узнаешь, только встав в этот ряд. Потому что предупреждающего знака загодя не существует. Соответственно, ты обречен на правонарушение. Там дальше тебя могут вежливо принять на 100 рублей, потом принять второй раз на 100 рублей, на третий раз да, пожалуйста, посидеть. А почему бы и не посидеть в тюрьме? Алло, Сергей, у вас еще немножко времени. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Меня Сергей зовут. У меня вот к вам хотелось бы услышать ваше мнение. Хочу же не машину поменять. Сейчас она ездит на Део Матис на автомате. Ой, какой хороший автомобиль! Как можно после Матисса, чтобы не было другое купить? Это же то же самое, что любимого котенка поменять на плюшевую игрушку. То есть, живого на неживое. К сожалению, она 2005 года и начала уже медленно рассыпаться, подгнивать. Подгнивать она будет всю жизнь, в мелкую дырочку, а мотор у нее не сломается никогда. Ну, понятно, конечно, жену надо баловать, я с вами целиком согласен. Нет, просто были моменты, когда уже ломалась там и на МКАДе машина, а жена детей возит. Нельзя. К приятелям, кружкам. Да, недопустимо. И вот подумываем о покупке нового автомобиля и вот выбираем между Peugeot 107, Citroën C1 или Skoda Fabia. А почему почему только эти машины? Чем обусловлены? Может быть, что-то вы еще предложите? Не знаю, то, что понравилось внешне. Понятно. Peugeot на автомате, Peugeot 107 на автомате и Citroën C1 на автомате выкидываете из этого списка сразу, потому что эта японская машина называется Toyota iGo, собирается она в Словакии, у нее робот, этот робот в принципе не живет больше 30 тысяч. Но это чудо, если вдруг у этой машины коробка просуществовала больше 30 тысяч. До 50 в принципе не доживает никто, ну какие-то реликтовые случаи. То есть ваша жена поездит там пару лет и у нее эта машина начнет разорять вас, ее и вставать на МК-1 насмерть. То есть Peugeot 107, Citroën C1 просто забудьте про них, хотя выглядят они действительно неплохо. Либо Peugeot тогда уже 208, она чуть погрупнее, подороже. Skoda Octavia или у вас какая Skoda вы сказали? FABIA это неплохо, это интересно, она просто получается такая же дорогая, как там Ибица, хотя Ибица внешне интереснее. FABIA чем хороша? Там всегда поместятся дети. FABIA с любым мотором, с автоматом можно брать, она будет возить вас долго. Но в этом типоразмере ну наверное машины еще 30 остается. Здесь важно, чтобы ваша жена посмотрела их вживую. То есть аккуратно с ней сесть в Матисика очаровательного и проехаться по тем салонам, где продаются всякие там Киепиканты, где продаются там Форды, Фьюжены и просто походить, посмотреть всякие там курсы и прочую технику. Они специально сделаны именно для того, чтобы европейские женщины, в том числе по МКАДу, возили детей на кружки. Не торопитесь с выбором, это же не тяжкий выбор, это приятные хлопоты. А тем более сейчас лето, значит у вас как минимум есть там месяц, два, три, когда даже если не дай бог Матиска встанет на МКАДе, на детях это не сильно скажется, не замерзнут, но максимум обгорят на солнышке. Все, даже у меня понедельник закончился, до завтра. до завтра. До завтра. Продолжение следует...